Привет-привет, дорогие друзья! С вами Капитан Татарстан, и у нас очередной выпуск программы «Братья по оружию». В сегодняшнем выпуске я хочу вам показать бой, который я сыграл вместе со своими друзьями, с Вестом и Салвариком. Играли мы весьма нестандартным сетапом. Это британский топовый тяж, это советский топовый тяж и советская нетоповая СТ-9 уровня Т-54. Попали мы на верхний респ на карте «Священная долина». Карта довольно-таки интересная и довольно-таки сложная. Не так давно эту карту чуть-чуть поменяли, особенно нижнюю часть, и после этого играть ее стало более удобно и более приятно. Наверное, у каждого из вас есть друг, который качает технику более мелкого уровня, чем есть у вас, и вы иногда катаетесь во взводе. Именно такая ситуация случилась у нас и сейчас. Мы с Салвариком были на десятках, а наш друг Вест был на девятке. Что же делать, когда вы попали на карту таким вот нестандартным сетапом? Естественно, более мелкой технике вашего взвода не стоит ехать туда, куда скорее всего приедут все вражеские машины. Обычно на 1-2-3 вертикали падаются топовые ТТ и топовые ПТ. А на 8-9-0 вертикали сражаются как раз-таки легкие и средние танки. Поэтому нам пришлось на этой карте разделиться, ребята. Вест поехал по 8-9 линии вниз, а мы поехали играть верхнюю часть карты. Преимущество такого разъезда это контроль двух флангов. Если карта большая и вы не видите, что происходит на противоположном фланге, вы всегда можете спросить своего совзводного и он даст вам инфу. Опираясь на эту информацию, вы можете собственно или стоять на этом фланге, если противоположный фланг вы выигрываете, или же вы должны тут начать давить, если же наши союзники проигрывают на другом фланге. Главное, ребята, как всегда, во взводе это общение. Вы всегда должны передавать информацию. На этой карте очень мало опытных игроков катаются в центр, потому что в центре тебя очень легко зажать. Также там нету особо очень крутых позиций для того, чтобы наносить урон. Если вы попали на тяжелых танках или ПТшках, все обычно едут на 1-2-3 вертикаль. Если же вы попали, как я уже говорил ранее, на СТ или ЛТ, то обычно все едут вниз, на квадраты J8, J9. Иногда, конечно, бывают залетные светляки или СТшки проскакивают по центру карты, но обычно они долго не живут. Они могут подсветить вашу союзную арту и иногда даже ее уничтожить. Поэтому совсем уж оставлять без внимания центр на этой карте не стоит. Как вы уже, ребята, заметили, сначала мы с Алвариком хотели выехать снизу от горки, но поняли, что СТ и 50Б очень качественно стоят и при выезде мы получим очень много урона. В принципе, Алварик его уже получил. Все могло быть намного хуже, если бы 50Б поймал его на гуслю, но мы все-таки вовремя успели откатиться и заехать сверху. Почему сверху? Ну, во-первых, тебе не закидывают вражеская арта. Обе арты, которые есть у противника, очень хорошо закидывают за горки. Поэтому нужно использовать укрытия и умело ими пользоваться. Также заехав через эту позицию, вы можете подловить противника, который перестреливают с вашими союзниками, которые находятся правее от вас. Собственно, противник смотрит на них и не поворачивает башню на вас, и вы бесплатно можете разбирать его в борт. В любом случае наносить халявный урон – это дикое удовольствие. Все у нас в бою складывалось хорошо. Мы успешно заняли хорошие позиции и расстреливали противника, разбирая одного за другим. Но к нам заехал 50Б, который незаметно подкрался сзади и начал разбирать нашу ПТ-шку. Хорошо, что не нас. Мы быстро посовещали с Алвариком и решили, что он поедет закрывать 50Б-шку, а я буду сдерживать силы, которые нас атакуют спереди. Собственно, труп Яги сделал очень качественный брустер для меня, и я мог играть от башни. Башню у британца – что надо. Из-за того, что проход здесь был очень узким, противник не мог выехать всеми силами сразу, и им приходилось ехать по одному. Пользуясь своей точностью, своей быстрой перезарядкой, я разбирал противников одного за другим, успевая при этом помогать своим союзникам. Именно в этот момент единственной проблемой для меня была вражеская ПТ-шка, которая решила поехать как раз-таки в мою сторону. Мои союзники были заняты. Алварик сражался с тяжелыми танками рядом со мной, а Вест находился совсем на другом фланге. Поэтому рассчитывать на них не было смысла. Нужно было что-то делать. Если бы Яга в меня попала, то я, скорее всего, отправился бы в ангар. Но грамотно оценив текущую ситуацию, поставив свой танк и вовремя сбивая в гусеницу вражеской ПТ-шки, я все-таки смог развести ее на выстрел. Выстрел без урона. В этот момент уже ко мне подскочил Алварик, и мы вместе с ним заклевали ПТ-шку. У противника осталась всего лишь одна арта. Вот так вот, ребята, и подошел к концу наш бой. Вы скажете, Ангел, а фрагов-то мало, где братья по оружию? А я вам отвечу, ребята. Этот бой я выбрал, потому что он был очень экшеновым. Также здесь можно наглядно посмотреть, как следует действовать нестандартным сетапом. Думаю, если вы посмотрите даже на игру наших тяжелых танков, то сделайте определенные выводы. Не обязательно держаться вместе. Главное, прикрывать спину своему товарищу. А теперь, ребята, давайте перейдем к результатам этого боя. Так как бой был довольно-таки коротким, в принципе, никаких медалек мы не заработали. Только первые степени и несколько мелких наград. Также Вест получил медальку Спартанца. Также, если мы перейдем ко вкладке «Командный результат», то увидим, что на взвод мы накидали тоже не сверхвысокие цифры. Но зато мы все выжили, потому что в целом действовали очень грамотно и слаженно. Даже Вест, который катался на другом фланге, умудрялся давать нам инфу. На этом, ребята, у меня все. Если вам понравился этот видос, то ставьте палец вверх. Если же вы ждете следующего выпуска, то обязательно подписывайтесь на наш турнирный канал, где вы найдете много видео от известных игроков мира танков. Также вы можете подписаться на мой личный канал на ютубе. Все ссылки в описании. С вами был AngelKiller. Пока-пока.